Корея против Китая Китайской команды, поскольку там играет 5 молодых людей, которые не только играли профессионально, но и играли на своих ролях профессионально, а здесь все-таки пенат и watch придется им. А, watch в итоге на верхнюю линию отправится, окей. Ставь по Pride в чате, если ты считаешь, что региональный Pride очень сильный в этом матче. Но вообще, я как-то не подумал, что в этом матче не играет LMS, поэтому можно тебя не спрашивать, кто победит. Не знаешь, я фанбой за LMS. LMS не регион, LMS это так. В смысле? Умирающий регион. Очень быстрый умирающий. Ну ладно, тут watch, пенат, фейкер, бэнк и мэдлайз сыграют за команду Южной Кореи, а вот за Китай. Сыграют Гэдлайк, сыграет LMSG, сыграют руки Узи и товарищ Жизу, бывший саппорт Снейк. Да, причем никаких офф-ролей, все могут играть на своих мейн-ролях. Шесть корейцев, да, в составе двух команд. Ну, руки сложены уже назвать корейцам, он прям супер быстро ассимилировался в Китае и очень любит как раз играть по UPL. Ну, долго шел к мечте и в итоге. Пусть UPL пока не выиграл, но зато. В итоге пришел к ней, да. Чемпионат мира был взят. Считанные минуты у нас остаются до драфт-фазы. Нас ожидает серьезное противостояние, я думаю, вполне. То есть, ну, конечно, команды могут затроллить, но обычно именно противостояние Китая и Корея, оно довольно серьезно воспринимается всеми игроками, которые играют за эти регионы. Особенно, мне кажется, оно должно быть серьезным после финала Чемпионата мира, где, ну, Кореи просто не было. Кореи просто не было и нужно, ну, хоть что-то показывать. Не, ну, дело такое, там все-таки проблемы были. Разного толка. Проблемы были у всех команд. Вот знаешь, я уверен, Арман, ты знаешь, инсайды, почему корейские команды проиграли. Поделись с нами. На Чемпионате Семьи. Ну, как бы... Не пошло. Не-не-не. Не пошло. Но должны быть какие-то внутренние проблемы, да? Потому что, например, по-моему, в 2015 году, когда Китай все хайпили и считали, что он должен побеждать на Чемпионате мира, вот прям вообще без шансов, они проиграли без шансов. И главной причиной было, ну, у нас было там отставание 4 патча. Как бы из-за этого мы проиграли. Какая причина у корейских команд была, почему они проиграли в этом году? Не, ну, каких-то серьезных инсайдов нет. Ну, просто, ну, команды не попали в мету, так бывает. То есть где-то не подготовились, где-то мета изменилась. То есть больше стал фавор в другим регионам. То есть корейский медленность немного пропала, но ничего, в этом году вернется. Так что все будет в порядке. То есть чтобы два года подряд такой коллапс был, и такого не будет. Поэтому те, кто думает, что Южная Корея будет теперь на задворках Лиги Легенд, это неправда. И вполне возможно, что сейчас уже будут показывать, потому что здесь легенды старого времени, легенды, ну, то есть легенды нового времени. Здесь кого только нет. Пускай Watchman Live до титула Чемпиона мира так и не дошли. Были близки тот и другой. Пенат тоже проигрывал в финале, зато у Бэнга два, у Фейкера три. Гораздо больше, чем один. А где сейчас Пенат играет? Теперь в Джинджи. Окей. Теперь в Джинджи. Окей. Моя сильная аналитика по этой игре будет примерно следующего. Строится у нас следующих подтверждений. В один на один Руки проиграл тогда, когда он снял куртку. Сейчас Руки в куртке? Сейчас Руки в куртке. Конечно. Приехали. Но он Чемпионат мира Руки играл без куртки. Ну, здесь же не чемпионат, наверное. Майк Патрио, у него на Чемпионате мира вообще не было куртки. Я не видел, у него куртки такой, ни на одном матче Чемпионата мира. Мне кажется, я загрузил Армана, такой сильный аналитикой, извините. Да нет, я просто смотрю на Гадлайк, типа Узи довольно весело выглядит, несмотря на то, что проиграл. Я, кстати, воссоединился с Гадлайком в одной команде в свое время, в финал Чемпионата мира, они как раз Фейкеру проигрывали, давненько это правда было. Слушай, а по-моему Гадлайк играл как раз-таки в ЛМК в третьем сезоне. В четвертом. Подожди, почему в четвертом? Потому что в третьем он играл за Роу Клаб в финале Чемпионата мира. Точно, точно. А потом уже, да, под Никаней Маккерман он играл в Северной Америке. Тоже на Чемпионат мира они съездили, как раз в Южную Корею. Потом вернулся, попробовал немного в Роу Клаб поиграть дома, но там не пошло. В итоге теперь Гадлайк такая-то одна из медийных персон китайской сцены. Посмотрим, веселится там Гадлайк. Знаешь, ну наследим какие-то небольшие технические проблемы. Должна была начаться уже, но пока не началась. Я помню в те времена, когда играли в ЛМК в Северной Америке. Я ночами, как раз тоже сейчас ночь, но уже утро, но как бы все равно ночь. Для тех, кто смотрит нас с трех часов. Вспоминаю, как Аккерман играл против свапов. Потому что... Прятался в кустах и стоял. Да, он прятался в кустах и стоял, причем в абсолютно невыгодных матчапах. И никто, никто не чекал эти кусты. И он просто фофри лутал там полтора-два уровня, иногда даже два с половиной, прежде чем кто-то додумался войти в этот куст и проверить, если сидит там Аккерман или нет, или он просто с лестником ходит. И в результате команда очень сильно вперед, как теперь он ходил. В Саке бывало, тогда было такое, что целиком китайская команда играла в североамериканской премьер-лиге. Это было потрясающе. После чего как раз и ввели правила резидентов, чтобы такого больше не происходило. Но это было давно, а сейчас у нас LPL против LCK едем. Поехали! Начинается у нас драфт. Годлайк будет банить Гарина. Но опять же, преимущество LPL в том, что здесь все на своих позициях. То есть Джизу совсем недавно играл за Снэйк на позиции поддержки. Годлайк, понятное дело, всегда играл на верхней линии. Мои же руки Узи вообще не поддаются никаким объяснениям. А здесь все-таки Watch придется вспомнить, что на верхней линии можно и стоять, а не только туда приходить. И это довольно проблематично может быть, потому что кто знает, кто знает, как оно будет. Очень долго думает на бану и банит Люцина. Знаешь, сейчас ты должен обратиться против Узи, забанить Люцина. Кейт и НМФ. И го, следующий фаза драфта. Надо, чтобы LPL продолжал банить персонажей по алфавиту. Гарин как раз первым идет в корейской раскладке. То есть если вы играете на корейском сервере, Гарин у вас первый. Поэтому Фейкер как раз и банил в свое время Гарна, Гагнпанк и Галлио, потому что они первые идут, первые трое. Как вот у вас. Кто у нас первый в русской локализации? Атрокс. Атрокс, да. Ну как и в английской, поэтому. Вы можете вот с таким же успехом банить от того же Атрокс, но здесь Мастер Е банится. Сергей Камилл, серьезные баны. Поппи забанили, то есть здесь. Трайхарди собрались, и те, и другие. Пики убираются очень сильные. Лул то же самое. Тут команда настроена решить. Инсталлок вообще ника был. Может быть для руки, может быть для MLXG, потому что пока что мы видели, как Найтбл играл на них в первый день. Да, я тоже хотел сказать об этом. Но мы видели после этого, что им другие линии ника ходила, поэтому пока спорный вопрос, на какой линии именно ника найдется в серьезном компетте, но вот в Нолстарсе пока что в лесу она превалирует. Карма появляется для LCK и Пенат, что будет брать? Сейчас посмотрим. Вначале Кайсу взяли все-таки не Карму. Да, да, да. Передумали. Можно и Карму добрать. Можно вождь удать Карму. Джангл Твич. Давайте, Джангл Твич. Нет, не Джангл Твич, пожалуйста. А то есть если Пантеон будет на другой роли, тебя это устроит? Да. Нет, вообще меня ничего не устроит на плане Пантеона. Ну Карму забирают, вполне можно и на топ, а там вообще Нсталлок сейчас был от Рокс. Просто Нсталлок. А ну, коже, может быть и сам будет на нем играть? Вообще драфт пошел так пободрее, очень быстро. ТФчик появляется. Зак, может быть. Кто пока больше Трайхарди? По пику? ЛПЛ. Прям Трайхарди? Конечно. Смотри, они, во-первых, они БМят. Они забанили Гарина. Они забанили Камилу и забанили Мастери. Но Гарине на Мастери никто не будет играть. Камилу, ну может быть, там, ну такой типа на полрубля. В смысле никто не будет играть? Нет, я имею в смысле... Скорее... Мне кажется, плеер-базы Гарина и Мастери больше, чем очень многие базы игроков. Ну, понимаешь, вот представь, ты знаешь, что такое диаграмма Вена? Ну да. Ну я тебя понимаю. Ну как бы, плеер-база Гарина и Мастери плееров не пересекает с чемпион-пулом команды с ЛСК. Начинается на следующей фазе драфта. Забанили уже Корки и к Листу со стороны ЛСК, и Ариана уходит в бан со стороны ЛПЛ. Зака добрали ЛСК своим последним пиком на первой стадии выборов. Джакс? Джакс минус Джакс? Самый опасный пик убрали вообще. Не, я знаю, что... У Ренгара Хайвер это в свое время был и для Watch'а, и для Пената один из легендарных пиков. Будет ли сейчас... А, это Зак у нас... То есть, может быть, Ренгар на верхнюю линию вообще? Найс. Кто как не очень должен знать, что такое Ренгар, уча-то, что они на его спине выиграли чемпион в свое время. Ну да. Как раз на верхней линии с Апэ Ренгаром, когда Ренгар еще в аппу был брокен. Ренгар вообще очень странный чемпион. Его пытались Riot Games пофиксить, а потом просто откатили все изменения. Ну, живи как живется. Сеона забирают. То есть, осталось, может быть, АДшника добрать. Если я его прям собираюсь серьезно играть и не отправить Ника вниз. Или Атрокса вниз. Или Сеона вниз. Или Трэшплыть стрелять. Ну, под АДшником тут нормально так забанили. Узи сегодня тут на Ясу играет? А почему в 1 на 1 тогда не было Ясу? Надо было пикать Ясу. Был бы Ясу против Ясу. Так сказать, скрестить шпаги. Мальзахар вообще появляется. Так, а на ком будут играть? Узи смотри на это. Ты что мне взял вообще? Что это? Найстролинг. Что ты делаешь со мной? АД Мальзахар ин каменька? Не, Мальзахар на боте игрался одно время. И игрался с довольно серьезным успехом. Там были даже батлей на уровне, знаешь, Мальзахар Брэн. То есть, совсем пару месяцев назад. Не, ну не пара, но побольше. Не, пару месяцев назад. Оооо, Медлайв возвращается легендарный пик. Тоже там. Найс. Медлайв Блиц это примерно так же, как... Да это самый, наверное, легендарный вообще пик. То есть, такой прям комбо игрока и... А можно Watch будет играть на Карме? Почему нет? А на чем мы еще играть? На Заке фейкер будет играть? Нет. Смотри, Медлайн, Карма, Джангл Зак и топлейн Рингар. Все, типа никакого троллинга. Надо немножко потрайхардить. И потом ты меня спрашиваешь, почему... У них дабл смайт, все нормально. У них дабл смайт, они прям будут идти давить. Безусловно, это гораздо интереснее. Слева Ника Бот, все в порядке. Ника Бот против дабл смайта. И Блицкранг. Четко. Будут давить. И смайтить. Карать. Они будут карать. Ну будет бодрая игра, по понятным причинам. Здесь никто не будет прям серьезно убиваться там из-за условного поражения или радоваться победе. Но в лишнем это не будет. Поэтому можно настроиться и прям вот... Те, кто еще спят, можно просыпаться. Потому что огня в этой игре будет много. Игра вот-вот начнется у нас. Очень все-таки интересно посмотреть, не заменит ли фейкера в конце свой смайт на какое-нибудь другое заклинание призывателя. Ну ладно. Джангл. Такое ощущение, что ему нужно заменять заклинание призывателя. Фанелинг зак. Это просто фейкер. Фейкер может из ничего сделать все. Ну что ж, друзья, начинается у нас последняя игра в ущелье призывателей. На Улл Старс 2018. ЛП против ЛСК. Зак со смайтом на миде. Против... Вот знаешь, был бы до сих пор у Монте-Кристо комментатором, можно было бы шутить про двух шенов. Да даже в тизере, в тизере Ника там фрик троллил. WTF Two Shanks. Легендарный... Легендарный... Косплей. До Монте-Кристо. Да. О, классический инвейд с Блицкранг. Вот в соукул бывает иногда. То есть это вот... Но они пока не знают, где они на самом деле сидят. Если вы не хотите ломиться... Смотри, смотри, смотри. Они не пойдут вверх по реке? 15 часов умрет. Они видят именно XG. А где остальные? Они вышли. А, они перешли в верхний пуст. Я думал, что они до сих пор в кусте на реке. Я думаю, почему они не вылезают. Так вот, о чём мы говорили. То есть если вы не хотите инвейдить за Блицкранг... То есть... Когда вы пихаете Блицкранг, все обычно, ну... Либо зажимаются, либо инвейдят вас тоже. То есть так, что прям драка. Если хотите на Блицкранге сыграть чуть более креативно... Вот этот вот заход от LCK был неплохим. Неплохой вариацией того, что можно делать. Пайкер. Что ты не делаешь? Ты пришёл смайт? Вообще, я пришёл смайт, конечно. Но МХЖ прям забирает, поэтому... Доблсмайт пока не работает. Фейкеры... Пока не работают. Но Пинат, но Пинат, кстати. Смотри, забрал себе красный баф. Он напрыгивает на милу и грызёт его! Жрёт его почти что. Ещё не отпускает. Грызёт, кусает. А ты говорила, кусь не будет. Вот тебе кусь. Ну, это не совсем кусь. Ну, он пытается. Смотри, как бежит. Он пытается. Он сейчас руки просто сбивает пассивочку. Просто дальше нечем делать. Может продолжать бежать и кусать. Он пишет пока парики. Ну, там тоже можно кусать. Ну, вот вопрос. Он куда пойдёт? Он пойдёт на волчков? Или он пойдёт на синебаф? Пойдёт на синебаф. Ну, окей. Ну, Миглс-Джи шарит. Что сейчас с Амегаром не стоит их связываться. Особенно, когда у Амегара есть красный баф, а у него абсолютно ничего. Ваши тоже шарит. Вон, стак. Мишки. Вон, видишь, уже два. Ваши всё нормально. Это будет АП-карма или это будет танк-карма какая-нибудь? Да, я думаю, что классическая такая танковая. Через Сераф, через всё остальное. Сераф и Сбор. Ой, как же МЛК-Джи просто не дают вообще подышать. Смотри, нет. Как там у Фейкера делался с Майкером? Оу. Ну, это немножко не то, что они, думаю, хотели. Зато можно по Трешу поиграть. Так, играет по руке. Фейкер не фоллит руку. Они боятся, видимо, то, что сейчас подают резко трэш. И Атракс. Ну, когда заканчивается мана. Вообще, можно попробовать сыграть, подтягивать. Куда ты будешь уходить? Приходит сюда МЛК-Джи. Но всё равно можно сражаться. Два на два. Трэш-то на нижней линии. Это уже видно. Пенат, и у него скоро откатится Бола. Будет ли он бросать? Бросает, но только замедляет. Не настакивает, а то бросает по... Ну, или Захара. Ну, или Захара не удается притянуть и оглушить. Какие-то next-level стратегии, конечно, на миде. Товарищи Фейкеры. Главное, чтобы сейчас next-level стратегии в той слуку не были, чтобы на ник не начали все играть на бой. Ну, это легко пофиксить. Просто банишь и пранкать. И чуваки доджат в твоей игре. Телепорт был использовал руки, но уже теряет здоровье. Не, ну, здесь как бы Зак что-то ему сделает. Оп! И прокнула кушка еще. Выживает! Выживает, несмотря на удары вышки. Ну, ЛГЖ пытается доесть красный баф. Стражается с ним до конца. Вейкера нормальная стратегия. Подфармил там, вернулся. То есть Зак достаточно быстро расправляется с этими кэмпами. Он, кстати, еще здоровится. Легко восстанавливает. Ну, ганкать... Вот сейчас тремя мешками золота. Я, конечно, понимаю, что у него карманы полны, но не такой же степени. Выбивает скачок. Найс! Ну, вот сейчас, кстати, минус. Ну, три мешка золота. Минус год, лайк, минус год. Ну, ладно, это размена один на один. Получилось неплохо. Ну, точнее, получилось плохо для ЛПЛ. Вышло в итоге неплохо для... И он еще и два мешка поднял по сотне. Нормально? На, ману. Нормально вообще играет? Уражается с Watch'ем, Watch'ем пытается. Ужет, убегает. А, и рейдсайн, наверное, будет. Если с Тиоматом. Ммм, класс. Сейчас посмотрим. Реплейчик. Прям, меня отпустили. Класс. Ну, Watch'ем, учитывая, что он с мешков с этих золотом 300 голды получил, я думаю, все в порядке. У него все хорошо. Правда, проблема в том, что Watch'ем вернулся с базы и ничего не купил, но это такое. Наверное, стоило деньги потратить. Ну, может быть, у Watch'ем свой план, фейкер. Ну, в чем план фейкера? Ну, он не умрет все равно. Умрет, пассив попадет? Нет. В смысле нет. Нет. Ну, так сейчас. Скачок-то выбил? Мне кажется, руки просто не поверят, что фейкер сделал какую-то такую вещество. Скачок был выбит. Окей. Это важно. Это ворст, конечно. Утонул фейкер своей. Жижа. Мне нравится слово «жижа». В слизи. Или так. Престиж, когда кайс отличник. Подручили. Не, вообще интересно. 2 на 2 неплохо выглядит. Подпаду. Не попадает хуком в Блицкран. Пытается треш попасть в собственную хуком, но опять нет. Не коннектится хук. Учитывая, как Ника работает, вот эти там очередные трехи пассивы. Слыша играет, но прожимает клинт с кайса. Отступает под вышку. Успугалась. Такого резкого влета. Сюда еще подходит Атрокс. Собирает тотем контролем. Но Пенат заходит на верхнюю линию. Играет по Годлойку. Выживает ли ВОЧ? Нет, он не выживает. И теперь Пенату остается только мстить. Промахивается своей пушкой. Сион умирает. Ну и играет Мальзахар. Получает очень много урона. Разменивается в Блицкран. 1 на 1 с Мальзей. Ну, это к слову о том, что ваш ультимейт едва наносит урон. Ну, в самом начале, да. У Мальзахара, конечно, тяжеловатся. С этим приходит сюда фейкер. Упрыгивает на шишки. У него используется рут. У него есть рогатка, но он ее не будет использовать. ВОЧ наконец-то потратил в свой мешок золота. Почти купил Жазову веку. У него уже четвертый был, получается, мешок? Нет, он просто вернулся с базы, когда убил тогда молодого человека и за три мешка золота поднял. Больше даже. Он просто не купил ничего. Окей. Прекрасно видит, что тут происходит. Первый литимейт Ренгара уходит в никуда. Досадный момент, но не так все плохо, учитывая, что это несерьезный компейт. Ну, да. Он насторожатся. Фейкер забрал. Ну, как бы, дабл смайт и по-любому будешь отставать по фармам. Хотя тут, ну, отрокса, на самом деле, не так все плачевно, как могло бы быть. Потому что он все-таки смог отжать красный баф у Ренгара. Да нет, у Атрокса неплохо, то есть у него все нормально. Шестой уровень надо только взять, тогда можно вообще суперкомфортно себя чувствовать. А вот скачка у Watch'а нет и приехал, суперкомфортно. Ммм, все он подбрасывает Watch'а. У Watch'а хочет забрать убийство, и Watch'а не уходит. Нет скачка, нет эскейпов, отправляйся на базу. И еще на жалобяков не хватает, что это досадный. Может, что-нибудь может продать? Да нет. Делесники, поупадали. Ну, они все-таки... Инфляция... Я понимаю, что инфляция, но не такой стиль. Вообще, учитывая, как у ЛГГ началась эта игра, Я думаю, что у него просто все шоколады. Но шатдаун 450 за него. Собирал. Пенат здесь, на нижней линии. Поэтому осторожнее надо быть, несмотря на то, что знают, что ультимейта у Ренгара сейчас нет. Все, что нужно делать, алпл, это ждать, пока Сион начнет врезаться в башню. Там уже разбират. Торопиться, не ехал. Ренгар сталкивайкается. Не дожидается, пока кто-то из ЛПЛ подставится. Ну, ну и правильно. Тут нет смысла много времени терять. Тележку не добивает. Узи досадный момент. Ничего. Так всегда, вот, начнут показывать игроков, и сразу тележки. Никуда. Бэнк, что интересно, с ощущением играет, не с исцелением, чтобы на случай чего можно было рут как раз себя сбросить, сбежать. Но пока не очень помогает. Нико линию контролирует, поэтому... Не, один раз помогло, потому что когда я их там за контролю... Нет, ну, в целом по игре. Ну, опять же, сложно эту игру всерьез воспринимать. Посмотрим, что команды именно будут делать, но что они нацелены. То есть будет ли Сайн прям врезаться в башню? И прям сплитпушить всю игру. Либо это просто... Ой, поймали, Нико подбрасывает её, но есть фонарь, и фонарь спасает от проигрышного прямо очень сильного трейда. Не успел Модлайф заполочить на фонарь встать. Узи поэтому кликнуть успел. И ничего не потратили, ещё Игнать выбили из близка ранка. Ну, играет Мальзахар, тут сразу же сквозь, тут в стороне ухватку приходит MLG. Пытается разыграться, но удастся ли ему что-то сделать, потому что Фената забирает уже Мальзахарова фейкера. Нет пассивки, он умирает. И на боте такой экшен, Бэнг почти отъехал, пытается размикрить. Размикрил удалось ему убить Узи, но не совсем, это была копия. Она меня обманула, и Мэйдулайф тоже сейчас оберит. Тут даблкил для Ника, и МАКЖ тоже 2, и... Нет, он даже не убрят, он использует Убитель мира, чтобы выйти. То есть игроки РНЖ решили, что не стоит больше сегодня проигрывать. Может быть. Не знаю, случилось, когда я опасался, что я начну комментировать, пассивку умирающего Ника. Так как будто... Клад лайк? Да. Watch перефлэшивается. Вообще, по-моему, в Адлоку ничего не проезжает. Не, он просто ультанул, хотел убить, но Watch перефлэшился. Такое. Ну... Фейкер, наконец-то, с Синдер Халком. О, фейкер. Не, нормально, нормально. Он уйдет? Да это, ну, такое. Уйдет? Не, ну... Такой, у микро-прыг, у-у-прыг. Упрыг. Одного миньона подбросит. Упината отнял. Ну много, конечно, по фейкеру урон залетает, потому что магического резиста нет. И Мальзахар уже девятого уровня, там просто Malefic Visions спамят. Сейчас посмотрим вообще. Пойди пройти эту пасту. Собирает фейкер? Ну, фейкер ничего пока нет. А, то есть... Синдер Халку, какой-то АП билд. То есть придет... Спилитель. Не, ну у них хватает урана, то есть у них... У них карма, у них... Кайс, у них рингар есть, то есть... С урана проблем не будет в этой команде. Снова потусторонняя охватка, и фейкер умрет или нет? Нет, ну там... Ну здесь и Мальзахар сейчас будет доедать. У Мальзахар нет пока ультимейта. Поэтому отгоняет просто фейкер. Бэтнуться с другой стороны. Мальзахар может на мид просто выйти, башню сломать. И фейкер вынужден будет умирать. Досадно. Я вообще этого не понял, если честно. Ну, он хотел защитить вышку, чтобы тут вдвоем не сломали, но... Как его защитить? Прыгнуть как-то поймать, но не получилось. Ну, что в итоге... Башню Годлайк ломает, башня на мид тоже падает. На боте пушится, поэтому... Пока в пользу его пел почти все. Да, че-то как-то вообще без шансов начинается. Не, ну... На счет без шансов рано так. Но... С одной стороны, да. С другой стороны, фейкер уже дважды делает такие, типа, абсолютно дикие вещи. Он играет на заке на миде. Модлайв подбрасывает Реша, пытается сейчас разыграть по нему. Вышка падает на миде тем временем, но на боте пенат отъезжает. Руки... Ника вообще не прощает. Да. Руки преследуют Кайсу. Ультимейта у руки, конечно, нет. Но здесь уже MLG не дает Бенгу уйти. Пытается Бенг разменяться хоть как-то, но нет. Это очередное убийство для ЛПЛ. ЛПЛ объясняет, что? Нужно играть на победу иногда. ЛПЛ объясняет. Ребят, вы уже устарели морально. Давайте со своим Заком. В. Баш на миде упал, на топе пока стоит чуть-чуть осталось. На боте тоже самое там. Все, еще раз, когда захотят, обязательно заберут. Да нет, Зак нормальный. Зак там фарми. Все в порядке. Хейтишь на ровном месте. Ну, так немножко. Совсем. Самого малости. Контр-джанглит просто как босс. Это правда. Род оф Эджерс есть. Скоро Айс Борн будет у Уотч. Там уже и кармин будет очень хорошо. Появляются предметы понемногу у ЛСК. То есть ЛСК, если будут тимфайты большие, они будут в них себя комфортно чувствовать. Но все-таки карма, когда 40% в КДР будет, все меняется. Ну, вообще, да. Карма там довольно жесткая. Но Ника, что здесь сделала, это просто до свидания. То есть коробка трэша звонит. Хук в Блайн. И после этого Ника падает. Все, до свидания. Ну, вообще, как будто урон не получает. Ника? Да. Ну, и не бил никто, чтобы урон получать. Тут как бы... Когда тебя не бьют, я слышал, урона не получает. Ты не умираешь. Очень сложно умереть, когда тебя никто не трогает. Шишки играет. Пенант и Мэдлайв заходит, закрывает команду. ЛПЛ снизу. Узи использует свой ультимейт. Урона носит довольно много. Но по какому стоит бить? Где Узи настоящие? Не могут разобраться. А зато Узи раздамаживает всех. Трэш тоже выживает. Еще приходит сюда и МЛХ-G. Там руки забивают. Без ультимейта, но руки, да, он готов закрывать. Под башню будут вот-вот давить. Мэдлайв притягивает перед смертью. Удастся ли это? Да, достаточно, чтобы убить Ника. Это шатдаун. Но и МЛЖ тоже падает. Нормально. Два шатдауна. Нормально. Причем оба для Бенга. Да, это, мне кажется, довольно неплохо. Мешок золота для Кайса. Но 6 тысяч проигрывает. Потому что вышка на топе наконец-то упала. И вышка на боте тоже там осталась. Фейкер влетает по руки. Знает, что у руки уже, в общем-то, ничего нет. Использует свой ультимейт. Но у Фейкера, хотя и не появилось магическое сопротивление, достаточно урона. И он дотыкивает просто этого Мальзахара, разрывая его на куски. А говоришь, за кустарел. Во, Зизирот появляется у Сион. Сион будет прям бежать, ломать. Все в порядок. Ну почти еще не собрал. Ну скоро будет. Во, едет. Мимо. Не туда едет, надо в башню ехать. А вот Модлайф подбрасывает. Будет ли какой-то притяжка-то? Не знаю. Интересно, как бы можно притянуть, но вышки нет уж. Там ничего нет. Ни крипцов, ни персонажей, ничего. Много урона. Команды слева. У сборной Южной Кореи поменьше. Ну ничего. Это тоже поправимо со временем. Лучше надо брать Герольда. Китайский коллектив. Опять же, любая игра, которая есть в Кайсер, она выигрывает. Чуть-чуть там пара ошибок против Кайса, и обычно это приводит к плачевным последствиям, поэтому... Рингар, вот смотри, Рингар с одной стороны не сноуболился, но с другой он как бы не в сильном отставании каком-то в сравнении с вражеской командой. Да нет, задача Рингара просто в этой игре, как и обычной, то есть Рингар... Ну он будет шотом просто, Мальзахара... Кого-то шот. То есть прыгнуть в Ника, убить Ник. Прыгнуть в Мальзахар, убить Мальзахар. То есть фактически что-то такое. То есть любую цель создать 5 в 4, и даже если после этого Рингар погибает, все равно численный перевес, он на стороне команды из Южной Кореи. Плюс у него карма, он будет быстро это что-то делать. Так, Ника. Ну вот так сейчас. Ну тут понятно, что это как бы Ника, потому что... Потому что он здесь? Да. Фейкер будет прыгать. Здесь урона не особо. Блиц это конечно хорошо, но нет. Ой, Фейкер сейчас доиграет. Да, много урочи урона получает. Минус Бэнк, и вышка тоже вот-вот упадет. Пенат использовал свой охотничий азарт. А по кому он будет прыгать? Есть Узи. Но Узи он прямо набрасывается на ультимейт, взрывает Рингара, взрывает Блицкранка. Узи продолжает жить, Фейкер пытается что-то сделать, но удастся ли ему это? Нет. Он отплэшивается от Ешки Трэша, и команда из ЛПЛ идет просто по нижней линии, призывает Герольда Годлайк, и это будет минус сторона. Если только сторона. Ну, мне кажется, дефтаймеры еще довольно низкие. Ставится. Зерот портал. Ну там просто... Ну, руки еще долго. Воскрешатся, твое портал есть. Вообще низкие дефтаймеры для 18 минут, чтобы закончить игру так быстро. Ну, Зерот тогда зря отдал. Ну, Фейкеру, если уж прыгать, надо было прыгнуть здесь. Потому что здесь его изгнали. Он уже его прогнал, и все. И Бэнк после этого рейнжау касси не хватает, рейнжау все-таки довольно мало, из-за этого под удар себя подставляет, руки просто флешатся, и все, на этом Бэнк погибает, и защищаться уже нечем. Пенат оптимист здесь. Он попробовал хоть что-то сделать, но он прилетел, там урон столько подойдет, что забей. Сейчас будет еще одна, один еще приступ оптимизма. Ну нет, все, он просто вылетает, на самом деле мотивация. Приступ есть. Приступ есть. Но пациент, пациент, пациент не умеет. Бэйкер? Бэйкер, ну куда же ты? Прыгает рейнгар, пытается задоесть, голодлайка удается этой команде ЛПЛ, но Уди делает уже даблкил, переключается на Воч, Воч не уйдет, скорее всего, потому что его цепляет Мальзаха потусторонней хваткой и убивает его с помощью своего Сэланса. Пенат под ультимейтом прячется по лесам во вражеском лесу. О, он видит синебаф, можно синебафа забрать. Барона нет, пока его база падает. Барона не потеряют, это важно. Зерот портал еще не откатился, это тоже важно. Нужно делать ботлайки? Нет, ну там уже Зак сейчас будет, то есть карма уже тоже почти воскресла. То есть, да, две тележки, но не страшно. Максимум Т4 потеряют, но... Но неприятно. Ну, неприятно, но не то, чтобы... От этого кому-то стало хуже. Пытается остановить фейкера, но фейкер сам готов летать, притягивает Блицкранк. Трэша ступает немного команда ЛПЛ. Вытащил Медлайш. Водж бежит под мантры, использует куху, убивает одного. Мальзахар отъехал уже, но Атракс начинает нарезать. Вместе с Никой они делают два убийства. Трэш уворачивается от W, отбрасывает Зака, но умирает от кушки того же самого фейкера. падает Т4 и ЛПЛ не могут просто идти дальше, если здесь Узи не сделает какое-то чудо. Летит фейкер, пытается убить МНКГ, убивает, снимает шатдаун. Нужно теперь по Узи сфокусить. Сюда подходит Сион, прикрывает Узи, прикрывает его отступление. Прыгает Бэнг. Убивает просто Бэнга Узи, но сам не уходит. И еще один шатдаун забирает фейкер вместе с Пенатой. Им нужно играть по Сиону, но Сион включает свое просто неосновимое наступление и идет к Т2 вышке. Урон от вышки получает, но он достаточно затанкованный. Уотч под ускорением решает сыграть по Сиону, но, конечно, он здесь не выживет. Но Зерот Портал был неплохой. Пару тычек, даже три, можно сказать, три-четыре тычки он дал. Тем временем Миньоны уже подбираются к одной оставшейся Т4. Которая вполне могла бы упасть. Тут, походу, только любой вотч. А, нет, еще кайси. появилась. А, она, кстати, вон, наверное, попадет, не? Не, не, успеет, успеет. Еще Миньоны спамнился. Просто надо близко подойти к Миньону, чтобы он переагрался с вышки и принципиально делает и все. Не так сложно. А можно Зерот Портал сломать? Нет. Я понимаю, что он как бы не очень много дамажит. Он бежит и кусает. Ну, это тоже спортное заявление, то есть Зерот Портал иногда дамажит гораздо больше, чем ты ожидаешь. Баран на шорт просто делает команда из Китая. Кажется, по игре, что она гораздо больше, чем 5000 ведет, но... Ну, да. Количество шатдаунов, которые ЛСК получают, они сильно иногда меняют игру. Два смайта есть справа. Да, два смайта это... Ну, сразу же бросается просто баран. там... там... Т4 сейчас просто упадет. Последний. Т4 упадет и, возможно, два укрепляют. Эх, промахивается Мэдлайф, становится жертвой от Рокса, у которого есть ультимейт, который пока что его не использует. Вот только пошло все. И нужно преследовать, наверное, Мэдлайфа, пытаться убить хотя бы его, но MLG промахивается и, возможно, сейчас он умрет. Тем временем, Ника решает вместе с Сионом, да, просто сражаться по Нексусу, убить Воча. Воч не такой затанкованный, как хотелось бы на этой минуте, и они решают, что лучше поиграть по Вочу. Тем временем, команда корейская пытается хоть как-то остановить руки, пытается убить Трэша. Бэнк бежит защищать свою базу. Фейкер уже вернулся. Куда он будет прыгать? Он прыгает по Узе, он подбрасывает его, на его подбрасывают ответ. При этом, Бэнк умирает, умирает также и Фейкер, потому что голый Нексус остается против команды из Китая, и победа достается именно им. Небольшой учительный приз для Узи и компании. Выиграли две игры, Узи сегодня выиграл две игры 5 на 5, МСЖ одну проиграл, но это не страшно, потому что Китай в этой вот игре, которая ничего в общем-то не значит, обыгрывает Южную Корею, оставляет ее, отправляет ее отдыхать, можно в казино сходить. Раз все мы приехали в Вегас. И остается у нас всего один ивент. Один, самый последний. Вообще в этом календарном году, то есть в компетии восьмого сезона остается одну небольшую главу дописать. Это финал турнира один на один, в котором не будет ни представителей Южной Кореи, ни представителей Китая. А будет внезапно Австралия и Европа. Внезапно для кого? для кого-то ожидаемо и логично. Но Паба и Капс играют чуть попозже, а пока что я думаю, что недовольных 7-10 он не был. Ну, может быть, разве что чуть-чуть, потому что я не знаю, я ожидал от фейкера больше. Я всегда, знаешь, когда ты видишь фейкера в игре, какой бы у него ни был неудачный год, ты все время ожидаешь, что будет что-то такое невероятно захватывающее. здесь такого к сожалению не было. Да, в общем-то, нормально фейкер играл. Ну, взяли Зака со смайтом на мид, ну, что бывает, то есть, где-то не пошло, где-то не доиграли, ничего страшного. Взяли Зака в кастерскую команду, но что-то не пошло. А вот Ника интересный персонаж. Ника вообще выглядит не реальный бой. На нижней линии можете, судя по всему, попробовать, вполне себе играбельно. Судя по всему. Но есть подозрение, что Ника на всех линиях прямо сейчас играбельна, и чуть-чуть персонажи будут либо нерфить, либо просто еще не освоились, потому что всего-то пара дней прошла с ее релиза, и понятное дело, что многие даже не знают, что Ника делает. Ну, надеюсь, это делают, и когда Ника будет доступна для игры на компетенте в сцене, мы увидим отличную игру от этого чемпиона. Ну, а пока, друзья, мы уходим на небольшой перерыв, уже последний в Night of All Stars, чтобы вернуться с матчем 1 на 1, с финалом 1 на 1, где встретится Европа против Австралии.